Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о важной теме, о процветании, о финансовом благополучии. Я эту тему как-то довольно часто обходил стороной, но она очень важна для каждого из нас, так как мы живем в мире материальном, реальности, и у нас тут ходят деньги, то есть определенные средства, которые мы используем для обмена. То есть если кто-то, например, хочет приобрести какой-то товар или услугу, то мы используем деньги. Это могут быть бумажные деньги, могут быть электронные деньги, могут быть криптоденьги и вообще любые деньги, да. Но на самом деле как все это начиналось? То есть люди, когда хотели что-то обменять друг с другом, да, то есть они, например, обменивали, да, то есть один человек одну услугу оказал, другой другую, или там один товар поменял на другой товар. То есть был такой, по сути, как мы сейчас говорим, натуральный обмен. А еще для этого, по сути, каждый человек мог производить сам для себя все. То есть что такое произведение, да, когда человек может делать для себя все сам, да. То есть человек живет, например, семьей, да, в какой-то местности, или это родовое поселение, и там оно такого, можно сказать, закрытого типа, да, то есть все производится внутри этого поселения. И там обмен осуществляется на добровольной основе, то есть там, где нету какого-то денежного взаимодействия. То есть люди просто обмениваются друг с другом чем-то, да, то есть что, по их мнению, будет важным, ценным для других членов этого общества, рода, общины. Вот, и таким образом происходит то, что у людей не создается вот таких финансовых отношений, какой-то вот, как у нас происходит, да, сейчас, какой-то враждебности, напряженности. Когда мы, например, там, берем в банке деньги, а потом их нужно возвращать с большими процентами, или, например, мы дали деньги человеку, он их не возвращает, или там, уплатили какую-то услугу, ее не оказали. То есть все это ведет к напряженности, к какому-то такому страху потери денег, да, и часто это происходит действительно с людьми. Люди отдают деньги, например, и не получают качественную услугу или товар. Вот, происходит огромное количество тех вещей, то есть которые связаны с потерей денег, или с потерей имущества, да, то есть потерей репутации. Вот, но этого всего не было. Я просто почему-то такой экскурс провожу назад, да, что этого всего не было в нашем изначальном мире, в нашем изначальном обществе. То есть оно было другим, оно было направленным на улучшение. То есть что имеется в виду? Это изначальная природа человека, когда мы можем что-то производить и чем-то делиться. Вот, и делиться не потому, что там мы получим за это какие-то деньги, или там другие ценности, коврижки и тому подобное, а потому что мы хотим это сделать, да, но в нашем, например, взаимодействии с другими людьми мы можем поделиться этим, потому что у нас есть избыток этого. Вот этот момент я и назову процветанием. То есть наше общество, оно направлено на процветание. То есть в каком плане? А почему я говорю о процветании? Потому что мы можем делать многие вещи, которые, по сути, ну, скажем так, помогают нам. То есть что я имею в виду? Смотрите, каждый человек в чем-то может преуспеть, да, то есть я не говорю сейчас про какую-то работу, на которую мы ходим из-за денег. А, например, у меня есть такое духовное чувствование, да, от другого человека. Я могу почувствовать его и помочь ему направить его пройти по какому-то пути. Вот, то есть помочь ему осознать те вещи, которые он не может осознать сам, раскрыться. Вот это у меня есть. У другого человека есть что-то еще, с чем он ценен, да. То есть некоторые люди прекрасно выращивают растения, или дружат с животными, или, например, занимаются искусством. Кто-то занимается, например, постройкой зданий, ему это нравится. То есть у каждого есть какие-то предпочтения, которые он делает от души. И вот когда человек реализовывается, реализовывает свой жизненный потенциал, вот тогда как раз к нему приходит и обмен. То есть что имеется в виду под обменом? Это когда люди с радостью дарят ему финансы, деньги, то есть помогают ему и дают ему возможность также двигаться дальше, да. То есть потому что деньги – это что такое? Это как обмен восхищением, да. То есть если раньше, да, вот как я говорю, например, человек что-то сделал хорошее, а другой подарил ему восхищение, подарил ему радость, поблагодарил его, как мы говорим, благодарю. Да, то есть не спаси Бог, а дарю тебе благо. Вот, ты мне сделал что-то хорошее, да, я тебе дарю благо. И как бы, и это самое ценное, я хочу сказать, да, это даже важнее, чем деньги. Потому что когда мы дарим благо друг другу, вот по-настоящему от сердца, вот не отрываем, а у нас его много, и мы его дарим, вот это помогает очень человеку. И поэтому суть не в том, чтобы у кого-то что-то забирать или как-то настаивать, нет. Финансовое благополучие и процветание наступает тогда, когда у нас вот есть в сердце вот это состояние любви и благодарения. Вот я это понял по себе. Потому что когда я сбиваюсь с пути, и у меня это ощущение как-то проходит на время, да, то появляются финансовые трудности, появляются какие-то потери денежные, и самое главное, происходит нестабильность. Нестабильность вот такого чувствования, нестабильность осознавания. Нестабильность происходит тогда, когда уходит это ощущение. Когда я возвращаю его, вновь наступает гармония, радость, счастье, и можно осознанно двигаться по пути духовного роста. Вот поэтому, друзья, получается цель вот этого видео, да, и вообще каждого из моих видео, это больше понимания и больше осознанности. Потому что каждый из нас наверняка хочет быть счастливым, да, то есть счастливым, радостным, осознавать то, что происходит с ним и радоваться жизни. Я хочу сказать, что никакие деньги не заменят этого. Это вам подтвердит любой человек, который там болеет и которому плохо, да, то есть что сколько бы у него не было денег, он готов отдать все свои деньги, лишь бы только из состояния его улучшилось. Вот, и поэтому очень важно в данном случае это именно начинать себя со своего состояния. Вот поэтому я и создал Академию Счастья для того, чтобы помочь людям в увеличении осознанности, в убирании негативного заряда, в том, чтобы помочь каждому осознать себя и стать осознанным, свободным и счастливым. Вот, и цель это именно увеличение осознанности, то есть мы проникаем глубже-глубже в сознание, да, в подсознание и убираем оттуда негативный заряд. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы делаем вот в каждом видео такую небольшую сессию на несколько минут, просто чтобы посмотреть, как работает процессинг, как работает переосознавание, чтобы вы могли научиться это делать самостоятельно. Вот, сядьте или лягте в удобном месте, да, чтобы никто вас не отвлекал какое-то время, потом закройте глаза и создайте пространство в сессии. Просто с помощью намерения почувствуйте пространство вокруг вас, создайте его. Ощутите себя в этом пространстве, как сознание, и ваше тело в этом пространстве, где оно находится. Вот, и дальше наполните пространство энергией безусловной любви. Вот, почувствуйте эту энергию, ощутите ее. Посмотрите, есть ли в вашем пространстве какие-то финансовые, скажем так, затруднения, то есть то, что влияет на вас и приводит, например, к финансовой нестабильности, к каким-то потерям денег. Возможно, это какие-то случаи, да, есть такие. Вот, пройдите эти случаи. То есть, что же значит пройдите? Вернитесь туда своим вниманием и перепроживите этот случай, да, вот именно с полным восприятием о том, как это произошло. Вот, шаг за шагом, да, один, второй, третий шаг, вот так постепенно, постепенно, с полным осознанием. То есть, когда вы проживете один раз, сделайте это повторно, второй, третий раз. То есть, проживайте через этот случай и находите там негативные заряды, да, и воспроизведите их, как есть. То есть, осознавайте это. Когда осознание ваше будет повышаться, вы будете чувствовать, что там заряда становится меньше, он уходит. Если, например, приходит более ранний подобный случай, связанный с этим, то двигайтесь туда и пройдите его тоже. И так вот двигайтесь через случай, да, пока вы не почувствуете облегчение. То есть, что значит облегчение? Это означает, что вы переживете, перепроживете эти негативные эмоции, они у вас выйдут, вы осознаете их, и произойдет трансформация. Вот это и есть процесс перепроживания. Вот, и за счет восприятия, как есть, происходит вот такая душевная трансформация. Собственно, это мы и делаем в процессинге, вот, и таким образом вы можете это делать самостоятельно. Вот, перепроживите эти случаи, и когда почувствуете, что состояние улучшилось, исцелилось, чтобы вы почувствовали исцеление, то есть ушел этот негативный заряд, да, то есть вы можете на этом закончить сессию, да, и опять же поблагодарить пространство и наполнить его любовью, счастьем, гармонией. Вот, и так можно исцелять любые негативные заряды, связанные и с деньгами, и с другими какими-то вещами, которые влияют на вас. Вот таким вот образом, путем перепроживания. Вот, и потом, когда наполнили пространство любовью, да, вы можете завершить сессию и повторить ее в любое удобное для вас время, да, то есть можно ежедневно делать вот такие сессии. Если что-то не получается, да, самостоятельно делать, то напишите мне в личные сообщения, и я расскажу подробнее об этом, и сделаем бесплатную консультацию. Вот, таким образом можно будет улучшить ваше состояние. А потом сделать еще сессию для того, чтобы вы смогли увидеть, как это действительно происходит, да, и то есть чтобы вы получили полное исцеление от вашего негативного заряда. Вот, такие сессии я провожу онлайн, и для этого не нужно куда-то ехать, то есть мы просто договариваемся с вами в удобный день и время и проводим сессию. Также я провожу обучение курсам «Достоинство и целостность личности» и «Основы жизни», то есть это преодоление подъемов и спада в жизни. То есть эти курсы помогают человеку лучше осознать себя и понять, как они, как вы можете действовать в жизни, для того, чтобы не подавляться, и для того, чтобы быть целостной личностью. Если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные под этим видео. Также, если видео вам понравилось, было полезным, то ставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, включите колокольчик для напоминания о новых видео, и поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Также в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Рекомендую их прочитать, они доступны по ссылкам в описании. И напишите ваши комментарии, мне будет интересно, как, что вы нового узнали из книг и из моих видео. Все пишите в комментариях к этому видео. И добавляйтесь, друзья, в соцсетях, я открыт к общению и буду рад. Если у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас у вас на экране появились видео мои. Это видео о процессинге, о том, как убрать негативный заряд и о том, как изменить судьбу. Вот, посмотрите их и тоже напишите, как у вас получилось применить указанную в них практику. Также подписка на мой канал, мой сайт, заходите, буду рад вас видеть. Вот, на этом, друзья, на сегодня все. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья, и он направлен на улучшение качества жизни. Я вам желаю всего доброго, радости, гармонии, осознанности, процветания. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи.